друзья всех приветствую пару дней забоя указали на недостатки в нашей бойне и для устранения этих недостатков мы прервались на один день и смотрите расскажу давайте я вам о том что здесь изменил значит лдсп как и предполагал я как вы писали в комментариях конечно же не лучший материал для влажного помещения поэтому наблюдая за ним и как бы поняв что стены мне нужно будет поливать регулярно так как на них попадает перо довольно таки интенсивно я принял решение использовать три листа оцинковки которые у меня были для других совершенно мероприятие но пришлось их вот закрепить в бойню значит полностью закрыл я низ периметр вот вы можете видеть и теперь как бы получается я могу беспрепятственно очищать все просто мои стены вот здесь в этом месте у меня происходит опаливание периодически с шеи может капнуть там кровь до что-то перо упасть все это осаждается на стены и соответственно нужно их мыть теперь вот я могу это производить не опасаясь за лдсп здесь на вот этой панели которая у меня идет с теплоизолятором я сделал вот над ней такой нахлёст видно нет короче закрепил еще кусок оцинковки чтобы у меня здесь был закрыт торец здесь они закрыл то что вода не падает и здесь не поливаю я закрыл этот торец чтобы не намокал утеплитель то есть теперь я могу смело вот так поливать излейки и здесь все отмывать хотя здесь наверное тоже нужно будет силиконом пройтись сверху так вот чтобы брызги туда не попадали выше вот этого фартука редко что попадает здесь получается значит целиковый лист один метр двадцать пять и вот остатки я все куски какие у меня были я все закрепил еще сверху вверх везде просиликонен чтобы туда вода не попадала ну в общем как то вот так получилось вот этот уголок пластиковый он у нас получается выполняет роль капельника как в кровли да то есть туда вот если в угол затекает вода то она стекает не не затекая на лдс пашку вниз внизу у нас получается что вот по этому листу не прикасаясь с лдсп вода стекает сразу сделаны здесь у нас такие разрывы воздушные но об этом я рассказывал предыдущих видео по постройке так что еще здесь изменил значит смотрите то поставка которая показывал сделаны из ведра я говорю вот об этой детали она оказалась нерабочим вариантом так как для горения нужно не только пропан но еще и кислород то есть поступление воздуха на получалось что сверху стоялся шпарчан доступ воздуха прекращался и все на этом я просверлил отверстие в этой вот конструкции в моей все равно периодически газ затухал меня это не устраивало соответственно и была еще такая проблема выявлена перед тем как зажечь газ по идее да хорошо было бы чтобы шпарчане было уже вода чтобы не деформировалась но там и так далее но ставить сначала поджигать газ а потом ставить полный шпарчан или налитый там наполовину или насколько то не очень удобно в общем любом случае мне удобней наливая сначала шпарчан потом зажигать газ поэтому здесь я сделал вот такую подставку два швеллера связанные между собой прутком металлическим с двух сторон но все это покраситься не смотреть что это некрасиво потом значит вот и здесь уже горячая короче говоря теперь я могу ну либо сбоку либо вот так выдвигаю плитку поджигаем задвигаю обратно то есть появилась функция поджига при полном шпарчане ранее 100 и поставка я этого произвести не мог теперь значит вот здесь была другая поставочка помните я использовал корпус от кондиционера оконного советского вот такой она оказалась слишком хлипкой тяжелый шпарчан все-таки объем воды большой поэтому мне пришлось сделать сюда деревянный столик вот такой столик я делаю под шпарчан вместо той подставки неустойчивый в общем это просто ножки из бруска 35 высотой нижняя обвязка и кусок фанеры наверно 12 и сверху вот так вот лист жестянки которая оказалась 0 9 миллиметров я померил вот загибаем как можем да как умеем как говорится здесь я сейчас угол обрежу чтобы вот этот край мне тоже загнуть и все и будет устойчивая такая поверхность у нас я на ней уже попрыгал все нормально раскрою материала сборка крепеж от этого металлического листа где-то около часа и вот стол готов вот ну в принципе все что тут еще можно сказать развернул я шпарчан немного чтобы не датчик кран не мешали здесь вот вот эту вот сетку я сюда ближе сдвигаю так чтобы мне они не мешали здесь обрабатывать тушку дощипывать до пера после пера съемки так пера съемка все нормально в общем короче остальное без изменений был вопрос комфортно ли здесь работать работы здесь не комфортно высота нормальная я угадал мне удобно иначе единственное неудобство какое здесь есть два неудобства первое там шпарчан значит окунать этой рукой курицу не очень удобно потому что вот здесь мешает мне на сетка поэтому я работаю вот эту рукой здесь без проблем вот я встал и без каких-либо там неудобств я провожу окунание все положил суда отрезал лапы закинул в пера съемку в обратной последовательности здесь положил дощипал и здесь опалил единственное значит что дощипывать что вы дощипывать не приходится значит присаживаться до на корточки значит не то что мне неудобно но вот из этих щелей в спину ощутимо дует так что возможная на зиму все-таки будет сюда кусок и pps и класть который буду просто поднимать потом перед уборкой помещения после забоя и на просушку ставить просто к стене вот было бы конечно неплохо может быть здесь но я могу на дощип класть сюда принципе вот но не знаю посмотрю но мне пока так вот нормально как раз здесь получается постоянно стоишь и периодически присаживаться на корточки для разминки суставов может быть тоже неплохо так что я работаю здесь один и мне здесь вот этого пространства вполне хватает спрашивали по размерам размер внутренний метр семьдесят на метр шестьдесят восемь вот считайте вот у меня здесь вот это место для перемещения и все расположено вот по этой вот по этим двум стенкам так что пока все нормально вот я дополнил экраном и теперь вообще монтана а еще вот крючки я здесь закрепил такие ведра подвешивать так еще я сделал вот такой кусок шланга здесь я шланг длинным не делал чтобы он мне не мешал не болтался вот этот кусок я использую для помывки вот этого места обескровливания после забоя вытащил шланг все помыл быстро прямо так поликарбонат конуса емкости и все и все чистое так что такие изменения претерпела наша бойня надеюсь мой рассказ был вам полезен всем пока всем всего хорошего спасибо